Теперь смотрим очередной лайфхак или ноу-хау, как хотите, хотите прикол, не прикол, но из термоса чай мы его используем тоже в вермисептике, таким способом наливаю немножко туда воды, грамм 100, и просто вот так выливаю и вытряхиваю этот чай. Вот его здесь не только чай сюда выбрасываем, заварку чёрного чая, например, но и заварку от черешков вишни, мята, черешки, земляники. Всё это идёт сюда, в вермисептик. Ну и получается одновременно и полив, и мытьё термоса, и питьё для дождевых червячишек. В общем, мусорное ведро при таком способе мытья термоса абсолютно не нужно. Вот термос чистенький внутри, и теперь можно насыпать в состав нашего садового сбора и заваривать чай. Причём, если чёрный чай завариваем только один раз, то зелёный и садового сбора можно заваривать до пяти раз. Например, тот же иван-чай. В спальне у нас в стенке на полках целая коллекция различных трав. Начинаю вот от молодой крапивы, ещё видим, восемнадцатого года банка, но это в ней уже свежая. Также вот крапива, вернее, это двадцать первого года уже, вот так довольно плотно набито. Также кипрей девятнадцатого года, кстати. Чем дольше он хранится, тем вкуснее чай. А тут, конечно, и берёзовый сок у нас есть этого года. Вот хвостики клубники. Также щавель для щей из зелёного щавеля. Вот тут написано вишнёвые палочки от мята. Ну и сегодня заварю три составляющих. Хвостики, кипрей и вишни. Время после обедена и после бананов завариваю чай. Но этот раз из ботвы моркови не буду заваривать. А пойдёт кипрей из банки трёхлетней давности, вишня этого года и хвостики от земляники тоже этого года. Вернее, прошлого. Ну, какое количество на литровый термос. Вот видите, вот столько. Приятного аппетита. Высушенные травы у нас хранятся в тёмной комнате, в спальне. Ну и вот, как видим, даже вот такие остатки травы. Я сначала заливаю гиперком. Теперь сливаю всё это в термос. Ну, в общем-то, обычно это делаю двумя руками, прямо смывая с тарелки в термос. И тарелка остаётся чистой. Вот так вот наливаем. Ну, и теперь всё-таки сделаю. Отключивте камеру то, что я вам говорил. Помою эту тарелку. Вот видим, тарелка чистенькая. И теперь доливаем термос до полного. У китайских этих термосов есть такое свойство, что они пищат. Из-под клапана выходит воздух. Поэтому ещё один лайфхак. Вот так чайную ложечку сюда ручкой засовываем. И всё. После этого клапан уже пищать не будет. Ну, теперь обещанное из области интимных совсем вещей, так скажем. Вот наш туалет. И смотрим. Вот канистра полная. Уже мочи. Которая поедет на дачу. Вот канистра пустая. Полную сейчас поставлю в рюкзак, чтобы легче было тащить. Ну, и после приёма ванны мы воду из ванны набираем в ведёрки. И унисаж смываем именно этой водой. Для экономии прекрасной питьевой воды, которая у нас в водопроводе. Ну, туалетной бумагой тоже не пользуемся. А как в Турции и в Египте. Вот у нас оборудован такой душ маленький, которым и пользуемся. Но, должен сказать, что моя подруга традиционно использует унитаз. За исключением сбора урины. В отличие от меня, я же использую, по большому счёту, вот свой червякомпостер. Все фекалии от меня идут любимым дождевым червячкам. Ну вот, полная 10-литровая канистра в рюкзаке. Этот тяжёлый груз я поставил вот сюда на картонку на холодильник. И снова идём в наши сокровенные места. Здесь пустая канистра с коробочкой для удобства и пользования. И здесь наша ванна. И, как и видим, вчера мы поднимали ванну. Здесь ведёрки с водой, маленькие. И здесь ведра большие. Ну и, соответственно, моем руки. Умываемся тоже в тазик, а не в канализацию. И потом переливаем ведёрки. И всё это идёт уже в унитаз. Долгое время моя подруга работала на рыбном комбинате. Это конкретно 10 лет. И с тех пор у меня образовался стойкое неприятие рыбного запаха. После работы приходилось её замачивать в ванне как минимум на час. И вот теперь я готов даже не есть рыбу никакую. Только бы её не касаться. Но, слава богу, у подруги на это дело стойкий иммунитет. Вот она чистит, а я ем с ней на пару. Ну а вот эти вот все шкурки, косточки, чешуя, всё это идёт в камин. На сжигание вылетает в трубу, что не сгорает. Это частички пепла и золы. И у нас получается от этого удобрения участка. Как-нибудь зимой я вам покажу, сколько на снегу оказывается этого пепла и сажи. Даже после одной топки. Довольно сильный ветер. Я одел капюшон, очки. И говорю сейчас через встроенный микрофон. Вернее, не через встроенный микрофон, а через внешний гарнитуру, которая придаётся Galaxy 21 Ultra. И едем забирать машину из салона. При этом хочу вам показать улочки, по которым я ещё не ездил, не показывал вам. Ну и поехали. Ну, по пути всё-таки расскажу вам историю своей жизни в сёлах вкратце. Что касаемо... Вот здесь сильный ветер сейчас. Такой, если только что дул спину. Теперь вот здесь вот такой боковой охлагу. Говорю, говорит, по Лизской мы прожили с 1953 года по 1957. Я пошёл там в 1956 году в первый класс. В это же время полетел первый спутник. Мы его всё время пытались увидеть. Выходили все, но не помню, увидели ли или нет. Впоследствии я, конечно, видел спутники в небе, точки от летящих спутников. Многократно, особенно, когда летал курсантом в Азербайджане, в Аджакабуле. Но тогда в Ревари-Полисской, в 1956 году, вероятно, не видели. Но помню, что смотрели в небо. Вот, после этого, наверное, год или полтора жили в селе Тилгиявда, рядышком совсем со Ставрополем. Потом в селе Александровское, довольно далеко от Ставрополя. И, наверное, ближе к Минводам. И вот именно в Александровской у нас уже был совершенно новый дом. Тоже государственный, принадлежащий совхозу. Но мы первые в него заселились. Появилась у нас, помню, стиральная машинка Рига, которой мы, наверное, целое десятилетие пользовались. Ну и там же у меня был очень запомнившийся учитель, который занимался виноградарством и виноделием. И он меня, и не только меня, научил очень многому. И конкретно там я уже сам с чубуками подаренный им посадил первый виноградник около дома. Но результатов не дождались, поскольку уехали оттуда в скорости. Но, тем не менее, факт остается фактом, что, будучи учеником по-моему, третьего класса, поскольку пионеры меня тогда уже приняли в Александровской, я бы сам лично, да еще и любо, посадил первые несколько проросших чубуков винограда, которые хранил зимой в подвале со льдом. У нас такой был и подвал, и погреб отдельно на улицу. Ну и весной высадил, как положено, чубуки, как меня учил учитель. Уже в почву около дома. Вот так вот начиналась моя садовая жизнь. И там же уже я увидел, как используют отходы родители мои в форме навоза животных, которые мы жили прямо на территории племенной станции. Они были племенные быки, хяки, бараны и прочие животные. Вот видим, как у нас четко соблюдают правило дорожного движения. Я подъехал к переходу, и тут же все машины моментом остановились, пропуская меня. Вот не знаю, по правилам, по-моему, положено сходить с велосипеда, но у нас тут пропускают. И даже заранее останавливаются, задолго, чтобы показать тебе, что ты можешь не сходить, а быстренько проехать. Это я наблюдал такое очень часто, что водители заблаговременно притормаживают, когда видят, что ты сидишь и едешь, но велосипеде не сходишь, чтобы показать тебе, что, мол, где не сходи, а вот у нас стоит автомобиль, а проезжай побыстрее, и мы быстрее пройдем. Ну, пойдемте внутрь сервиса. Вот у нас тут салон продажи автомобилей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... вот здесь 40 евро в день вот это наверно залог да или как да это если авария а если авария так а так просто 40 евро заплатил и берешь на сколько оформления времени занимает три минуты но и значит если я беру на 11 дней то 15 евро в день до ну понятно вот старые машины есть такие чтобы был вот такой ну сзади что дверь открывалась такого нет а вот это новая да а старых нет таки да яшника это получается 161 евро д на 11 дней это а эти ребята подойдут нет не надо машины из ремонта забрать машину долго никого нет позовите пожалуйста я звонил хелеста мне говорили я лег и а а а а м 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 Продолжение следует... Я уж тебя заждался. Заждался тебя, говорю. Да, я в магазин сходил. Я все-таки проверил, почему значок горит. Но я не успел проверить, почему. Там клапан ЭГР. Это критично или нет? Можно ездить? Да, ты можешь ездить, но ты не пройдешь, наверное, этот техосмотр. Техосмотр мне ничего не сказали. А не сказали? Нет. Окей. Ну, это, наверное, не критично. Там у этого клапана два каких-то датчика внутри. И оттуда сигнал, он пишет, очень высокий. А он, ЭГР-клапан, он работает на выхлопные газы. И он, блок управления двигателя, он пускает выхлопные газы обратно в пуск. Это такой специальный клапан. И у них очень часто на дизелях обычно, но на бензоречке не так часто. Там, как он работает на выхлопные газы, там он грязный. И не работает. Там надо его, как уже какие-то ошибки оттуда идут, его надо будет снять и сначала почистить. Почистить, может, он и сработает после этого. Но, чтобы убедиться этим, его надо сначала снять. Но ошибка оттуда идет. Ну, понятно. Так, я не знаю, будут ли в конце недели у меня амортизаторы здесь. Если будут, я тебе наберу сам. Хорошо. И тогда запишем время. Этот, лампочки поменяли. Тогда там одна лампочка загоревшая была. Когда замыкание было, ну, провод сломанный был. Это сделали, ошибку нашли. И амортизаторы проверили. Да, про амортизаторы надо задний правый масло течет, сниму. Это тебе обратно там, это ты не оставил. А стеклоподъемник? Это сработал. Там тоже справа, справа, с проводой что-то было. Слева. Слева, сзади. Да. Там с проводом что-то было. Ага. И теперь он работает. Контакта не было. Контакта не было. Ну, он то был, то не был. Когда дверью сильно хлопнешь, он там сработал. Там, ну, они уже, не знаю, сделали. Он там проверил все контакты, и в какой-то момент он сработал, и все. Но я никаких проводов там не менял. Ну, сейчас все исправно. Да, все работает, да. Ну, я не могу тебе гарантировать, что через месяц или через год опять не сломается. Как я там ничего не менял, и где-то в проводах или в контактах проблема была. После этого, как я прошел контакты и провода, после этого он в какой-то момент сработал. Из какого-то провода, я не могу даже сейчас тебе сказать, если бы он совсем сломался бы, тогда бы по одному бы я вошел, тогда бы понял бы конкретно. И все. И тогда тебе, не знаю. Оплата сейчас нужно оплачивать что-то? Не надо. Не надо. Тут полтора часа работы, и лампочка одна. Я сейчас оставлю его. И надеюсь, что в начале недели мы сделаем. Это Ольга. Да, спасибо. Итак, большую часть недостатков устранили. Причина. Оренья ромбочки найдена. Ну, в общем, загрузил вот этот. Мы будем смотреть, как видим, и сверху, и снизу, чтобы нигде ничего машина не шарапала, не было. И пахали. Давно. Да. 7 октября 2021 года. Дело к ужину. Вот подруга вчера отбила свинину с пряностями. И теперь заготовлено яйцо тоже с пряностями, мука, панировочные сухари. Поставили в нашу бывавую сковородку. 50 грамм рисового масла. И теперь пошло дело к панировке. Это, конечно, не так, как делали в лётной столовой. Там такой кусочек 16-килограммовой гирей разбивали, наверное, на квадратный метр. Ну, а за счёт сухарей толщину доводили вот именно до такой. Ну, а здесь, как видим, кусочки мяса толщиной полтора сантиметра. Ну, а этот кусочек будет точно так же обваливаться в муке два раза и в панировочных сухарях. Мощность на максимум. Температура остается 120 или погода? А? 160. 160 поступила команда. Похоже, то я уже зарумелюсь и будем переворачивать. Ну, а вот. На гарнир у нас будет консервированная кукуруза. Естественно, всё ополаскивается малым количеством воды и отдаётся червячишкам. После приготовления блюда все остатки муки, сахарей и все остатки с тарелок. Эти всё смываем сюда, на серединку. Ещё раз. В банке тут из-под капусты, из-под кукурузы ещё немножко было в остатках. И вот таким образом всё смывается червячишками. То, что было сухим, становится мокрым и удобно поедаемым. Вот таким образом. Ставим груз снова сверху, прямо сюда и выливаем остатки помоев. Так скажем. На этом сегодняшнее кормление червячишек закончено. Так, наши отбивные готовы. Кукурузу тоже подарили микроволновке. Теперь вот это наша спаржа. Сами вырастили, сами законсервировали. И помидорчики. Как видим, тут и лук, и морковка, и аурцы. Такой салатик. Ну, то, что осталось яйцо для панировки, тоже пошло в сковородку. . Так. Вот так, Over.